Всем привет, ребята! Сегодня я снова играю в Турбопроб. И сегодня у нас очень крутое видео по этой игре. В общем, сегодня, как вы уже видели по названию этого видео, я установлю весь трафик из этой игры на взлетно-посадочную полосу аэродрома Филд. И попробую сесть на всю эту технику на каком-нибудь самолете. Пока что я еще не решил на каком. Так вот, сейчас мы с вами сажаем пока что наш первый самолетик. Вот так вот. Замечательно. И сразу же его ставим вот так вот поперек, да, полосы, на полосу. Сейчас вы все сами поймете. Короче, смотрите, сейчас мы его с вами ставим. Он там, кстати, турболайенс. А, да, не скоро вы взлетите, потому что я сейчас займу всю полосу своей техникой. Итак, тормозим. Давайте с помощью реверса сейчас отъедем. Короче, я сейчас использую ремоут. И установлю все самолеты и машины на эту полосу, чтобы потом... Ну, кроме одного самолета. И на этом последнем самолете мы с вами сядем на весь этот транспорт и посмотрим вообще, что произойдет. Сколько самолетов и машин нам удастся уничтожить и на каком этапе наш самолет сам развалится. Это все получится очень быстро, поэтому рекомендую вам пересматривать этот видеоролик. Так, ладно, давайте. Вот этот самолет первый мы поставили. Сейчас я ускорю видео. Нажимаем на ремонт. И погнали ставить все самолеты. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вот так вот, ребята, установил я все самолеты и машины на взлетно-посадочную полосу. Достаточно долго я это делал. Так что, пожалуйста, поставьте лайк. Да, вот чисто за старание. Потому что, вы посмотрите, они все стоят на взлетно-посадочной полосе. Так, ну, а я сейчас подруливаю к полосе, на полосу для взлета на самолете МС-400. Да, ребята, именно на этом самолете мы сейчас с вами совершим взлет, потом выполним разворот. Сделаем петлю такую и вернемся в этот же аэродром и совершим посадку на все вот эти вот самолеты и машины, которые я поставил на полосу, которые сейчас на ней стоят. И мы с вами посмотрим, что вообще с ними случится, сколько самолетов гигант МС-400 сможет разрушить и на каком этапе разрушится сам. Так, замечательно, мы с вами взлетели. Скорость набирать особо не будем. Собственно говоря, уже ее надо избрасывать, потому что буквально скоро уже посадка. Да, ребята, мы с вами оторвались. Но сейчас сразу же делаем крутой разворот и садимся. Я выбрал МС-400 вообще, почему? Ну, потому что я планировал совершить эту посадку либо на АШ-400, либо на С-400, либо на МС-400. Почему? Ну, потому что они самые большие самолеты. И только они могут разрушить самое большое количество самолетов. Потому что все остальные, ну, вы сами понимаете, как бы смысл брать ПС-26, который здесь самый маленький. И он максимум только два, две машины, к примеру, разрушит там, да? Или один какой-нибудь большой самолет и сам тут же умрет, да, как бы развалится. Поэтому я выбрал гиганта. Так, только единственное, знаете, что я подумал? Мне, наверное, надо было заходить на посадку с другой стороны полосы, потому что, видите, наши самолеты достаточно далековато от начала полосы. Ну, ладно, все уже. Давайте выполняем посадку. Смотрим, ребята, самая главная часть нашего эксперимента. Смотрим, что же будет с самолетами, с машинами и с нашим самолетом. Давайте смотрим, смотрим. И столкновение. Че? Стоп, он взлетает, что ли? Погодите. Он сломал, разрушил две машины. То есть я прям видел, он по ним как бы проехался. Их зацепил. И что? И он получается... Да, ребята, он набирает скорость, все нормально. Окей. Уходим на второй круг. Go around. Еще раз пробуем зайти уже с другой стороны. Нет, ну вы видели, да? Что произошло? Он сбил две машины. И получается от них как-то... Ну, он отскочил. Да, он подпрыгнул. И стал набирать высоту. То есть он взлетел. Так, ладно, давайте заходим с другой стороны. Ну, сейчас уже 100% он все сломает и сам разрушится. И вот смотрим, на каком этапе. Ну, то есть как бы уже минус 2. Там... Да, минус 2 машины. Вы пересмотрите этот момент, потому что может быть и 3. Я-то не успел заметить. Все, давайте посадку. Смотрим. Большой самолет. С-400. Опа. Все. Ребята, он сразу же сам разрушился. Так, смотрим, что в итоге. ПВ-40 сломался. С-130 сломался. Заправщик сломался. Е-42 не пострадал. Да, его там... Это самое ударило, но он жив. Ничего не отломилось. И все самолеты, которые до них стояли, они точно поломались. Ну, вот так вот, ребята. И сам наш самолет как бы сразу же разрушился. Ну, это получилось очень круто и эпично. Так что ставим лайк обязательно, да? Подписываемся на мой канал. И вот такое у нас сегодня было видео. Всем спасибо за просмотр. И увидимся. Всем пока. Всем удачи.